всем привет сергей сегодня 38 лет меня зовут мария мироневич и вы на канале как похудеть вы много раз спрашивали что же мы готовим такого полезного и одновременного вкусного в какие-то праздничные дни на дни рождения и так далее и сегодня я с вами поделюсь как всегда простым рецептом из доступных продуктов но он очень очень вкусный мы с вами будем готовить казалось бы простую курочку в духовке но есть пара секретов один из них это просто восхитительная и простая в приготовлении начинка давайте посмотрим что нам понадобится для праздничной курочки по рецепту мироневичей вот она царица она же курица весит два с половиной килограмма у меня она сразу я ее отправила в то блюдо в котором я ее и буду готовить для того чтобы лишней посуды не пачкать курочку я буду запекать с яблоками у меня сегодня яблок в наличии три штуки это самый обычный golden а начинку мы с вами будем готовить из кускуса с добавлением сухофруктов у меня курага и чернослив также для начинки нам понадобится одно яйцо половинка луковицы и чайная ложка соевого для того чтобы курочку обмазать сверху еще я буду добавлять другие специи как обычно без промедления начинаем готовить первым этапом включайте духовку на 180 градусов потому что подготовительные этапы не займут много времени и первым делом нужно запарить кускус кускус готовится очень просто на одну часть кускуса мы всегда добавляем две части воды и запариваем я это делаю в обычном пластиковом контейнере давайте сделаем это первым делом я отправляю кускус контейнер конечно же необходимо немного присолить и заливаю кускус двойным объемом воды у меня было две чашечки 1 чашечка я специально взвесила у меня вышло на 180 граммов все мы его залили можно даже не перемешивать он замечательно готовится и так и накрываем контейнер крышечкой убираем сторону начинаем готовить нашу курочку перед приготовлением я всегда хорошо промакиваю курицу самым обычным бумажным полотенцем делаю я это для того чтобы когда мы будем сдабривать ее различными специями они из курицы грубо говоря не скатывались а оставались все на курице и мариновали ее поэтому попробуйте я всегда теперь ее обязательно обтираю перед приготовлением один из секретов приготовления сочной начинки это мы берем ту кожу которая остается у курицы на шее сейчас я ее срежу и потом меленько порублю в начинку благодаря этому начинка будет нежная сочная и очень вкусная вот именно эту часть острым ножом я у курицы и убираю ее мы будем использовать для начинки теперь нужно наши курочки хорошенечко сделать массаж с добавлением специй что я и делаю солю хорошенько перчу добавляя немного карри карри для меня интенсивная приправа поэтому совсем немного начинаем ее массажировать хорошенько не забываем ни про какие части не про ручки не про ножки теперь когда мы приправы немного уже втерли в курочку я добавляю половину того соевого соуса который подготовила и продолжаем нашу курочку мазать с внешней стороны теперь ее переворачиваем сейчас я сполосну руки и повторю те же манипуляции вот так выглядит наша курочка после массажа со всевозможными специями кстати хочу сказать что обязательно промазывайте курицу и внутри для того чтобы курица когда будет вместе с начинкой была вкусная и вкус был со всех сторон не только снаружи часть кускуса у нас остается здесь для начинки я буду использовать 250 граммов больше не нужно а вот эта часть для тех членов нашей семьи по имени злата которые пока еще не понимают насколько начинка с сухофруктами восхитительно для тех кто не хочет такую начинку курицу я буду подавать просто с кускусом добавляем яйцо и тщательно перемешиваем сразу солю солю немного потому что кускус при варке солила добавляю перчик еще немного карри потому что начинка у нас должна быть сладко пряная и конечно по вкусу кто желает может сладкий вкус усилить добавлением чайной ложечки меда я добавлять не буду мне достаточно такой сладости лук для начинки нам нужно нарезать очень очень мелко но все-таки на терке тереть я его не рекомендую потому что он тогда становится очень очень горьким поэтому сейчас аккуратненько не торопимся и мелко при мелко нарезаем наш лучок сухофрукты я конечно нарезаю тоже очень мелко и буду отправлять их начинку теперь нам остается измельчить кожицу сначала я ее нарезаю на вот такие небольшие кусочки а потом их уже буду измельчать и так все ингредиенты для начинки у нас уже оказались в моей миске в которой я готовлю я сейчас это все хорошенечко перемешиваю и мы с вами будем начинять нашу курочку красавицу на день рождения сергея наша обычная курочка превращается в фаршированную праздничную курочку это все очень просто хорошенько плотно и и фаршируем еще хочу сказать что если у вас вдруг нет кускуса но желание сделать фаршированную курицу есть расстраиваться абсолютно не стоит вы можете использовать рис вы можете сделать точно таким же образом и хлебную начинку только добавьте еще миллилитров 100 или 50 молока либо просто воды то есть тут конечно простор именно для вашей фантазии как вы видите курочку мы хорошенько плотно нафаршировали теперь я буду закреплять зубочистками кто-то может даже зашить вот таким образом протыкаю раз и той же зубочисткой делаю еще один накол вот так это выглядит теперь для того чтобы начинка не вывалилась мы еще прикалываем гуску тоже зубочистками теперь нашу курицу отправляем разогретую до 180 градусов духовку и посмотрим как она выглядит через полчаса потому что обычно через полчаса я доливаю немного водички для того чтобы курочка была сочная и шкурку ее не пересушивалась теперь курочка у нас уже печется в духовке значит пришло время подготовить яблоки я яблоки буду отправлять через час потому что мне нравится когда яблоки практически превращаются в соус это очень вкусно для меня если вы хотите чтобы яблоки сохранили свою форму и просто запеклись тогда вы будете отправлять их духовку через полтора часа от начала выпекания теперь я попросила помощи именинника давай сергей как твои 38-летние руки режут яблоки покажи нам да с они еще режут класс еще режут отлично в общем с сергеевых 38-летних рук мы таким образом нарежем все яблочки и увидимся с вами через полчаса чтобы добавить курочки воды полчаса прошло я добавляю 250 миллилитров воды и мы с вами увидимся еще через полчаса для того чтобы курочки красивый добавить наши яблоки для того чтобы курица была не только с начинкой а еще и с яблоками все ароматы смешаются в общем у сергея будет замечательная день рожденская курочка с начинкой вот так выглядит наша курочка красотка через час но это еще не все теперь я добавляю эти яблоки которые нарубила с помощью 38 летних рук сергея и теперь самый главный из моих секретов мы отправляем курочку в духовку еще на час но не для того чтобы ее слишком сильно изжарить а мы сейчас снизим температуру до 150 градусов и будем готовить ее томить при низкой температуре курица получается я просто не знаю как вам это описать в общем вы должны обязательно попробовать она получается сочная нежная абсолютно не сухая в общем это взрыв вкуса обязательно попробуйте и это замечательное блюдо и на день рождения и на новый год и просто для того чтобы сделать вкус на себе и своей семье и кстати сэкономить семейный бюджет потому что курица и яблоко это очень бюджетно яблоки я уже все отправила курицы отправляю ее на час духовку и готовим ее этот час при 150 градусах обязательно так попробуйте я уверена потом вы будете готовить курицу только таким образом так что обязательно попробуйте приготовить ее именно так час уже прошел курочку я достала из духовки освободила от зубочисток давайте скорее посмотрим как выглядит наша курочка красавица вот так выглядит наша курочка обратите внимание начинка вся на месте благодаря тому что мы скрепили зубочисткой час при 150 градусов делает курочку очень нежной сочные яблоки вы видите отлично пропеклись она красивая румяная нас получил с вами действительно праздничная курица с отличной начинкой которую я сейчас обязательно сервируют на тарелку торжественный момент курицу с готовила я а нарезает ее у нас всегда операционные куски сергей потому что но у него это лучше получается сейчас я сделаю зуб посмотрите курица очень очень сочная это то что нужно для праздничного обеда просто течет вот так выглядит наша курочка шикарный запах аромат я бы сказал просто до праздничной курочки потому что запах специй карий яблок просто с вкусной курицы смешивается и целых два часа наполнял нашу квартиру и вот наша курочка наконец-то готова показаться нам посмотрите какая красота это просто восхитительно я и сергей просто обожаем курицу именно с печенными яблоками это очень вкусно если не пробовали обязательно попробуйте потому что в детстве я помню мультик там пекли гуся с яблоками я думала боже мой зачем они делают яблоки с птицей казалось это очень вкусно и все это сейчас обязательно нужно сдобрить тем соусом который у нас получился и у вас будет воистину праздничный ужин вот такая у нас получилось с вами праздничная курочка румяная с яблоками с ароматной пряной начинкой это то что нужно мы сейчас будем ужинать отмечать день рождения сергея я конечно же всех сразу и сергей благодарим за поддержку за теплые слова это все что мы хотели вам сегодня показать огромное спасибо с вами были мария сергей мироневич всем добра и любви